здравствуйте уважаемые коллеги давайте при помощи нашего огонечка проверим хорошо ли меня слышно в чат ничего писать не надо если слышно хорошо пожалуйста нажмите на огонечек и есть все вижу реакцию спасибо большое слышно хорошо тема сегодняшнего нашего вебинара я думаю интересно и актуально звучит и настоящим образом детская агрессия или буллинг а мы рассмотрим подробно что же такое буллинг рассмотрим его участников и в конце рассмотрим что же делать в моменты если вы являетесь одним из участников именно детской агрессии и буллинга травля буллинг в детской среде очень распространенное явление особенно сейчас сейчас мы с вами видим что последние годы наверное за счет какого-то момента наверное все таки влияет интернет детская агрессия возросла в разы многие дети сталкиваются с буллингом с разных позиций кто-то это сам зачинщик а сам буллер кто-то выступает как пассивный наблюдатель но сложнее всего мы с вами понимаем приходится тому кто сам является объектом травли а тот на кого направлен буллинг на кого направлена наша агрессия буллинг в школе это родительская агрессия может быть и по отношению к детям и педагогам это одна из самых тревожных характеристик сегодняшнего дня мы с вами опять же я повторюсь видим что агрессия она как бы возрастает последнее время чем больше об этом сообщении чем чаще мы об этом слышим к сожалению тем привычнее они становятся для нас вопросов буллинга стоит быть предельно корректным и терпеливым необходимо найти золотую середину и как сказать не перегнуть палку в некоторых моментах попытаться избежать двух самых распространенных ошибок это чрезмерная опека и чрезмерная легкомысленность то есть мы не должны полностью погружаться в момент буллинга мы должны а помочь ребенку выйти из этой ситуации но и пускать эту ситуацию на самотек мы тоже не должны и еще разочек повторюсь что мы сегодня с вами рассмотрим это на вебинаре мы рассмотрим признаки причины агрессивного поведения какие же направления работы педагоги и психологи должны использовать какие есть поведения у агрессоров жертв и свидетелей и рассмотрим определенные рекомендации попавшим в трудную жизненную ситуацию в роли жертвы или свидетеля а все это мы сегодня с вами рассмотрим если говорить о том что же такое агрессия что же такое буллинг в последнее время изучение именно агрессии изучение феномена это одна из самых популярных психологии а причиной этому как я уже сказала является резкое повышение уровня агрессии в обществе агрессия насилия жестокость относится к наиболее серьезным проблемам которые сейчас стоят перед человечеством а на вопрос что же является причиной и мотивом давно пытались ответить многие ученые многие психологи философы но именно подтверждение определенного что у нас является мотивом и причиной агрессии не выявлено в периоде с латинского агрессия означает нападение существует множество определения агрессии вы можете их посмотреть но одно из определений это мотивированное деструктивное поведение противоречащие нормам и правилам осуществления существования людей в обществе наносящие наносящие вред объектам нападения это могут быть одушевленные и неодушевленные предметы если предмет не одушевлен это не значит что агрессии нет агрессия может выходить и как на людей так и на предметы при этом она приносит ущерб людям или вызывает у них отрицательные переживания о состоянии напряжения страх подавленности и так далее таким образом существует много как я уже сказал определение на них мы останавливаться не будем мы с вами взяли одно из них и понимаем что это нападение следующий момент существует несколько видов агрессии а мы остановимся на классификации вас и дарки они выделяют пять видов агрессии а первый вид это физическое физическое действие против кого-либо в физическом плане вербальное это может быть угрозы крики ругань а ненормативная лексика и так далее кстати тот момент что после вербальной после ненормативной лексики будет чаще всего следовать физическая агрессия следующий третий вид это косвенная направленная может быть это сплетни и злобные шутки и не направленная ни на кого это крики в толпе топанья и просто выплеск негативных эмоций но это тоже влияет на окружающих следующий четвертый вид это раздражение сюда у нас входит вспыльчивость и какая-то грубо и пятое это негативизм то есть оппозиционная манера поведения то есть такое поведение как часто принято называть баба яга против а и следующий момент так вижу краем глаза в чате что зависает подскажите пожалуйста огонечком хорошо ли меня слышно или нет еще разочек так пожалуйста перезагрузите у кого зависает мы продолжим с вами дальше следующий момент что можно вы выразить доброкачественную агрессию и злокачественную агрессию эту агрессию разграничил эрик фром доброкачественная агрессия имеет инстинктивную природу она появляется в момент опасности как реакция на угрозу то есть наш организм а заложен так что при какой-либо угрозе он при помощи агрессии а начинает защищаться эта агрессия считается доброкачественной то есть защита своего организма при помощи агрессии следующий момент это злокачественная агрессия она а проявляется в деструктивности жестокости а и ее целью к сожалению получила является а получение удовольствия то есть нанося вред нанося боль кому-либо а человек при этом получает удовольствие это является деструктивной агрессией следующий момент агрессия может быть злокачественной извините защитная она возникает тогда когда при наличии у ребенка активной позиции закрепляется страт перед окружающим миром а то есть он боится того что происходит рядом с ним и при этом начинает агрессировать основная функция агрессии в этом случае это защита от внешнего мира который представляется ребенку небезопасным а то есть если на уровне детства ребенок понимает что окружающий мир для него опасен то у него начинается агрессия по отношению к этому окружающему миру плане защиты а следующий вид агрессии это деструктивная если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность способность к самостоятельным выборам осуждением оценкам то в активном варианте у него проявляется деструктивная агрессивность а здесь если за ребенка все решают и когда ему нужно решать самому у него начинается агрессия следующее это демонстративная агрессия возникает не как защита внешнего мира и не причинение вреда кому-либо а как желание ребенка обратить на себя внимание а что у нас здесь здесь ребенок понимает что агрессивными действиями он может привлечь внимание взрослых чаще всего это внимание родителей он понимает что допустим с агрессировав на кого-то мама отреагирует и уделить ему внимание по-другому дальше он уже не сможет ему будет сложно перестроиться и понять как это делать он понимает что сделав что-то негативное он получает внимание мамы и это может закрепиться дальше он просто не будет знать как делать дальше как поступать в той или иной ситуации а какие же признаки для классификации агрессии у нас есть признаки следующие то что направленность агрессии на предметный животный мир может быть на другого или на себя сама агрессия тоже является негативным естественно моментом и это как педагоги так и психологи тоже должны не упустить а следующее это наблюдаемость наблюдаемость как скрытая или открытое проявление агрессии мы можем ее увидеть открыто но при этом может быть и скрытая агрессия а следующий признак это временные признаки то есть мера выраженности агрессии по частоте проявлены во времени и длительности состояния агрессии пространственные признаки она может проявляться в семье на учебе на работе на улице и так далее а по особенностям психических действий она может быть физическая и вербальная и по социальной опасности агрессивных детей романов выделяет девиантные формы поведения агрессии это те формы поведения которые нарушают права других людей без юридической ответственности за подобное поведение то есть это легкие такие моменты где привлечь ребенка за момент агрессии нельзя и есть деликвентные формы поведения они нарушают права других социальные нормы с юридической ответственности за агрессивное поведение и интересен тот момент что в поведении человека могут присутствовать одновременно несколько видов агрессии и так мы с вами понимаем что агрессия прямо или косвенно направлена на живые объекты и вред в конечном счете наносится именно им жертв агрессии пассивно или активно противодействует агрессору следующий момент который мы с вами рассмотрим это момент того что как же проявляется наша агрессия как мы ее видим и таким образом мы ее можем воспринимать выраженное стремление к доминированию над людьми и использование их в своих целях а тенденция к разрушению то есть понимая то что ребенок наносит вред кому-либо или вред чему-либо он доминирует и получает опять же от этого удовольствия направленность на причинение вреда окружающим либо людям либо предметам и склонность к насилию к причинению боли боли это у нас моменты проявления агрессии то как мы ее видим то как она у нас проявляется что же такое буллинг давайте рассмотрим более подробно а буллинг это запугивание физический или психологический террор направленный на то чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его к себе а то есть при помощи моментов агрессии мы с вами понимаем что можно запугать человека подчинить его к себе и это понимаем не только мы это понимают именно агрессоры и этим они управляют своей жертвой следующий момент распространенность именно агрессии именно буллинга в российской федерации последние данные это согласно данным опросов 27 процентов школьников россии хотя бы раз за год подвергались физическому или вербальному буллингу а также социальной агрессии а что по опросу очень плачевно то что агрессия буллинг она идет она идет не только между учениками но очень часто к сожалению буллинг у нас идет от педагога по отношению к ученику да мы сами понимаем это неправильно но по опросам это есть именно педагоги тоже являются агрессорами и педагоги участвуют в так называемой травле учеников девять с половиной процентов школьников в россии оказывались жертвами травли часто как минимум несколько раз за месяц и если говорить о социологических исследованиях это согласно оценке распространенности насилия над детьми а более половины опрошенных сталкивались насилием в стенах образовательных учреждений как я уже сказала агрессия может быть и буллинг может быть со стороны сверстников а и она может быть со стороны педагогов согласно результатам опроса проведена центра социального прогнозирования и маркетинга девятнадцать целых восемь десятых процентов детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет сталкиваются с насилием в школе в 25 процентов случаев речь идет о насилии со стороны учителя по отношению к ученикам как я уже сказала что а к сожалению именно педагоги являются агрессорами и именно педагоги к сожалению является теми кто травит именно детей чем это плачевно то есть когда идет равнязь со стороны сверстника дети на равных позициях когда травля идет со стороны педагога мы понимаем что педагог выше вот вижу татьяна говорит по поводу педагогов у меня у ребенка больше психологических травм от учителей нежели от детей да к сожалению это так к сожалению взрослый человек понимая уже свое превосходство над ребенком он использует это и его агрессия идет дальше что очень опять же как я повторюсь плачевно следующий момент это исследование института образования не у выше это 33 подростка ни разу не чувствовали себя в роли жертвы за прошедший месяц в школе 41 подросток ни разу не принимал участие хотя бы в одном виде трали травли в роли агрессора а 35 подростков ни разу не были свидетелями не видели не слышали того как кого-то из учеников подвергается разным видам травли мы с вами по проценту понимаем что две трети учеников уже участвует в той и в том или ином виде травли наиболее распространенная частотность вовлеченности в школьную травлю это один-два раза в месяц а по последним данным допустим по нашему учреждению повышается уровень агрессии наиболее распространенный тип травли это вербальный буллинг это 63 процента учеников хотя бы один раз вовлекались в него и тип травли который набирает обороты связи с тем что сейчас у нас а повсеместно интернет идет в нашей жизни включается прямо во все ее сферы это кибер буллинг а только половина учеников ввлекались в него хотя бы один раз а татьяна исследование это последний двадцатый год к сожалению свежее исследование не нашла по двадцатому году но за последних два года я думаю что эти проценты увеличились даже исходя из моего собственного учреждения в котором я работаю могу сказать что агрессия у детей повышается следующий момент кто же такие давайте перейдем непосредственно к самому буллингу к его системе и что же включается в эту систему буллеры выступают это те кто инициирует саму травлю инициаторы травли это буллеры выступают один два ребенка их цель самоутвердиться а а при этом обрести авторитет в коллективе они стремятся к вниманию желают занять роль лидера в классе это наши буллеры так сейчас минутку основные характеристики буллинга это неравенство сил между жертвой и обидчиком мы с вами понимаем что обидчик всегда выше у него больше возможностей и больше так сказать сил не обязательно физических но и превосходства психологическом плане а следующее это повторяемость то есть это не один раз произошло вот ситуативно какой-то момент агрессии это идет уже систематически следующее переживание жертвы чувство беспомощности вам момент буллинга жертва понимает что а на данный момент помочь ей а никто не может и следующая активная поддержка подразумеваемое одобрение или безразличие со стороны других участников ситуации здесь буллер понимает что либо его поддерживает его команда а и он понимает что это дает ему плюс это дает ему определенное превосходство а или же он понимает что я буду это делать а мне за это ничего не будет поэтому я буду продолжать получать от этого удовольствие и я буду продолжать делать так как мне хочется вот вижу опять же в чате все идет из семьи да действительно все идет из семьи но мы как педагоги мы как психологи должны это корректировать должны это видеть и должны это отслеживать на самотек мы не имеем права это естественно пускать мы с вами понимаем все что многие моменты особенно поведенческие они идут из семьи и от этого никуда не уйти почему же это происходит буллинг это возможность заработать статус в группе сверстников и часто это работающая стратегия а часто агрессор понимает что этот момент что проявив агрессию проявив превосходство он получит определенный статус он станет а лидером и он пойдет именно дальше по этому моменту агрессоров чаще всего воспринимают как более популярных вот вижу опять же что сми интернет часто вы чаще возне важнее семьи подростковом возрасте да мы с вами это понимаем что сми интернет часто чаще важнее тем более сейчас когда интернет есть у каждого ребенка и так сказать для определенного хайпа для определенных лайков для определенных подписчиков дети могут проявлять агрессию для того чтобы получить определенный статус получить определенное количество подписчиков в той или иной социальной сети им это важно и они зачастую могут делать агрессивные действия агрессоров чаще всего еще раз повторю воспринимают как популярных буллинг помогает заработать статус и удержать его с течением времени как я уже сказала статуса в определенных организациях статус в определенных компаниях и статус даже в сети а чтобы получить свой статус и поддерживать его агрессору нужно найти подходящую жертву она любого ученика естественно агрессор не пойдет он не будет выявлять свою агрессию на ученика который сильнее его он будет это понимать и в агрессивную позицию с этим учеником он естественно не встанет он возьмет кого-то неуверенного физически более слабого либо физически более слабого либо психологически более слабого и того кто склонен к подчинению и кто склонен к моменту как бы прогиба под лидера и агрессор должен выбрать а подходящее время и место для нападения а что должно быть важно важно всегда должны быть а свидетели если свидетелей не будет агрессор плане буллинга делать это не будет почему потому что ему нужен статус зачастую такие дети агрессоры они без публики могут очень хорошо общаться с этим ребенком у них все может быть замечательно но как только появится публика агрессия начнет выходить за рамки норм и давайте рассмотрим с вами а как же распределяются роли в момент именно травли в момент буллинга а посередине у нас находится тот кого травят у нас посередине находится наша жертва мы с вами видим кружочек буква эй начинают травлю и играют активную роль это именно те кто травит определенный агрессор он может быть один чаще всего это один а и а может быть два три человека следующее это последователи играют активную роль но не являются зачинщиком зачинщик как правило я уже сказала он один следующий это группа поддержки у нас поддерживает травлю активная роли не играют но все равно они являются а наблюдателями такими за счет которых агрессор понимает что мне ничего не делают поэтому вот мои зрители и при помощи этой группы поддержки я буду зарабатывать свой статус я буду зарабатывать свои лайки своих подписчиков и следующее это группа пассивной поддержки им нравится когда других травят но активной поддержки они не демонстрируют они просто находятся в сторонке следующее это не вовлеченные свидетели но при этом они все равно видят момент травли следующие возможные защитники это люди которые против травли считают что должны помочь но при этом не делают этого а может быть у них такая позиция как бы я бы помог но и находится тысяча одна причина почему он не может помочь и следующее это защитники они против травли стараются помочь тому кто оказался жертвой мы с вами рассмотрели как распределяются роли и кто же входит в круг а именно буллинга распределение ролей буллинге это активное участие в буллинге всегда принимает три группы детей это жертва агрессор и наблюдатели и защитники мы с вами тоже сегодня рассмотрели а первое посерединке мы с вами видели это жертва по кругу идут агрессор и наблюдатели и в конце мы с вами видели два вида защитника отравли начинается одним человеком обычно он лидер классе а что самое интересное это может быть даже круглый отличник очень успешный в учебе и очень со стороны педагогов положительный ребенок но при этом он может быть активным буллером а или же наоборот агрессивный не очень так называемый двоечник который тоже при помощи агрессии пытается получить свой статус следующее это наблюдатели как правило не испытывают удовольствие от буллинга но вынуждены включиться в этот момент или молчать из-за страха что агрессия может быть направлена на них они могут оказаться сами в роли жертвы и защитники это более смелые дети они встают все же на защиту жертвы а косвенные участники это родители опекуны учителя воспитатели и сми это опять же как у нас распределяются роли и как мы видим наших агрессор агрессоров какие же существуют виды буллинга а первый вид это психологическое или моральное насилие здесь у нас включается вербальный буллинг и сюда входит насмешки высмеивание дразнилки присвоение кричек оскорбления что опять же очень плачевно очень часто а у нас это идет от учителей бесконечное замечание необъективной оценки унижение в присутствии других детей угрозы физической расправы слава богу пока этого от учителей мало шантаж угроза пожаловаться взрослым перестать дружить вымогательство доносительство обзывательство клевота на жертву и какие-либо придирки все это у нас входит в психологическое насилие и первый его вид это вербальное насилие следующий момент это социальное исключение мы все с вами понимаем что человек социальное существо и при этом если его исключить из социального социума он будет сначала испытывать дискомфорт а потом он не сможет без этого какое же социальное исключение какие виды могут быть это бойкот отторжение изоляция отказ от общения жертвой с ребенком отказывается играть заниматься не хотят с ним сидеть за одной партой все это тоже является моментом насилия следующее это у нас кибербуллинг как я уже сказала что сейчас он распространен к сожалению очень сильно и чаще всего он популярен среди подростков проявляется в травле при помощи социальных сетей или посылание оскорблений на электронный адрес либо в социальной сети что тоже приводит к определенным негативным моментам следующая тактика кибер запугивания как же это происходит публикация комментариев или слухов о ком-то в интернете которые являются вредными или неловкими а следующее это угрожать причинить кому-то боль или призвать им убить себя мы с вами помним была группа которая давала задание детям и одно из заданий это уже было к сожалению определенный вид самоубийства сейчас слава богу она запрещена она закрыта и это все отслеживает нашим государством но это имело место быть следующая публикация компрометирующей картинки или видео публикация материалов через фальшивый аккаунт то есть так называемые фейки которые публикуют тот или иной материал троллинг на тему национальности расы или вероисповедания создание пророчащей информации информации о ком либо и рассылка информации которая содержит информацию личные данные жертвы все это является тактикой кибербуллинга на все это можно обратить внимание так марина ваш вопрос пока остановлюсь но давайте вопросы будем стараться отсылать в папочку вопросы потому что не совсем удобно отвлекаться на чат интересно какой сейчас средний возраст у отечественных учителей может быть большинство выгоревших а смотрите исходя по нашему городу город смоленск город не совсем не огромный и при этом я могу сказать два вида учителей либо это учителя действительно выгоревшие учителя уже в возрасте возрастные либо это учителя молодые которые только пришли но к сожалению молодых очень мало и эти учителя тоже к сожалению часто пытаются самоутвердиться за счет своих учеников были в городе прецеденты когда действительно учитель пытался самоутвердиться и это к сожалению было доказано юридически и следующий момент откуда же можно ждать опасности и какие средства используются для кибербуллинга а что используют мобильная связь сервисы мгновенных сообщений чаты или форумы электронная почта веб камеры социальные сети социальные сети сейчас очень сильно распространены к сожалению к сожалению в плане буллинга и сервисы видеохостинга игровые сайты и игровые миры все это тоже относится к кибербуллингу во всем этом идет травля следующий момент это что можно сделать если ребенок столкнулся с ситуацией кибербуллинга а что же необходимо как защитить себя и как защитить ребенка зафиксировать это возможно скриншот экрана либо фото экрана не реагировать на сообщение потому что получая эмоциональную отдачу буллер будет делать это еще больше и больше хранить доказательства для провальдера и если пойдет обращение в правоохранительные органы для них тоже заблокировать буллера и рассказать родителям или взрослым если это идет из сети а вместе с родителями постараться разобрать ситуации в чем конфликт то участник что за причина и если угроза жизни и обратиться за помощью это может быть администратор ресурса на котором все это происходит если в травле участвуют ученики школы это директор а это педагог если вы понимаете что есть угроза жизни это правоохранительные органы приложив к доказательствам и посоветоваться с юристом никогда не нужно бояться и до детей тоже нужно доносить не нужно бояться получить помощи не нужно бояться придать огласке тот или иной момент буллинга это должно пресекаться на раз на ранних этапах чтобы не пошли определенные негативные моменты следующий момент это физи первое нас было вербальное следующее физическое насилие это избиение нанесение удара может быть какие-то подзатыльники порчи и отнимание вещей или же воровство а первое место это у нас словесная травля второе место это у нас бойкот а на третьем месте у нас идет наше физическое расправа четвертое место это распространение слухов и пятое уже воровство оно тоже входит в направление буллинга как я уже сказала что на планете стравлей сталкивается примерно 35 процентов детей а и в россии это четверть всех участников приблизительно 25 процентов детей а выявление связи что же может подтолкнуть детей к буллингу это гендерное различие мальчики чаще выступают как жертвами физического буллинга так и агрессорами в ситуации физической травы мы с вами понимаем что мальчики дерутся чаще они физически вымещают свою агрессию намного чаще девочки при этом значит значимо чаще выступают свидетелями социальной агрессии и девочки в социальной и вербальной агрессии тоже принимают большее участие то есть у девочек физической агрессии меньше следующее различие по характеристикам семьи дети из семьи в которых работает только мать чаще становятся жертвами в целом в частности по жертвам социальной или вербальной агрессии и дети в которых воспитывается одним из родителей они тоже становятся чаще жертвами агрессии дети из семей в которых высшее образование нет у обоих родителей чаще становятся жертвами социальной агрессии со стороны сверстников при этом чаще становятся инициаторами травли в первую очередь вербальной а дети из семей с более низким уровнем дохода чаще становятся жертвами травли в первую очередь социальной и вербальной агрессии а третье это связь вовлеченности в буллинг успеваемость вовлеченность в травлю в качестве жертвы отрицательно связано со средним баллом по математике русскому языку даже такое проведено исследование связь характеристики школьного климата между собой присутствует высокие значимые положительные корреляции между показателями школьного климата безопасности отношений учителей и общего школьного климата то есть здесь мы с вами можем увидеть тот момент что если все классы в школе если в школе царит такая атмосфера поддержки атмосфера благополучия то мы с вами понимаем что буллинг в этой школе он маловероятен он возможен но ситуативный непостоянный если же идет негатив уже от самого коллектива первое от учителей от окружающих здесь идет момент того что буллинг может быть дальше и дальше идти какая школа менее подвижна распространению буллинга школа в которых уверенность учеников что взрослые в школе в первую очередь учителя не оставят без внимания ситуации травли и смогут вмешаться в них достаточно быстро и эффективно то есть если ребенок понимает что момент травли момент буллинга будет увиден учителем и увиден взрослым сразу же он этого делать не будет понимание учениками того что в школе есть определенная система правил одинаковая для каждого из учеников за соблюдением которой следят старший или в случае нарушения последствия неминуемо наступает то есть опять же они понимают что если их увидят со стороны и будет наказание то делать они этого не будет вовлеченность детей в процесс создания системы школьных правил и принятие внутрешкольных решений направленность школьной администрации и педагогов на плотное взаимодействие с родителями детей в случае возникновения ситуации с травлей здесь тоже понимая дети что родители могут включиться в эту ситуацию они делать этого не будут и высокая приоритетность ситуации буллинга для школьной администрации с точки зрения немедленного вмешательства опять же если дети понимают что администрация школы что педагоги включаются в эту ситуацию молниеносно то они этого делать не будут они побоятся это делать кто чаще всего становится агрессором регулярное проявление агрессии в отношении членов семьи друг к другу если как уже говорили в семье есть агрессия то естественно для ребенка это будет определенная норма и он будет включаться в агрессивное поведение нормативность насильственных мер старших по иерархии по отношению к младшим семье так называемая семейная дедовщина следующий момент это отец в школе также травил других для мальчиков если отец рассказывает что был вот такой момент был такой момент то ребенок принимает его как эталон и он считает это нормой и тоже начинает делать это в своей школе агрессор часто одновременно является и жертвой так называемое это папа наругался на маму мама наругалась на сына сын наругался на кошку и вот таким вот моментом мы с вами понимаем что ребенок он может тоже быть и жертвой при этом для выявления своей агрессии которую он не может выявить на своего агрессора он находит себе жертву и делает это со своей жертвой признаки ребенка агрессора это неумение решать конкретные ситуации и при этом постоянное в них попадание обидчивость причем обиды сохраняются на долгое время и он их как бы копит появление жестокости в отношении более слабых и беззащитных также животных постоянное стремление доминировать среди сверстников и трудности в самоконтроле не может заставить себя выполнить задания склонность к истерикам склонность к демонстративному поведению а кто чаще становится жертвой это гиперопека со стороны матери если это мальчики враждебность холодность со стороны матери если это девочки дистантный отец отец который не участвует в воспитании и который отдален от семьи отсутствие возможности получить эмоциональную поддержку от родителей опять же их холодность недавний переезд семьи из другой страны тоже дает большой момент ребенок может стать жертвой низкий уровень доходов семьи или низкий уровень образования родителей пониженная школьная успеваемость меньше удовлетворенность школьной жизни и пониженное переживание преднадлежности к школе склонность чаще всего прогуливать занятия учеба в школе с низким уровнем дисциплины где высокий процент второгодников как я уже сказала что если в школе есть определенная атмосфера того что может проявляться агрессия на разных этапах то она может проявляться во всех классах что же кто может стать жертвой или объектом буллинга это роткие тихие дети физически слабые дети с нестандартной внешностью особым приложением к учебе чаще их у нас называют ботаниками талантом в определенной области или напротив плохой успеваемости и прогулами дети с заниженной или наоборот завышенной самооценкой новенькие чувствительные не способны постоять за собой демонстрировать уверенность и отстоять ее иногда жертвами становятся дети задиристые эмоционально и болезненно реагирующие на любые замечания или просьбу здесь агрессор понимает что он получит эмоциональную подпитку от него и он начинает агрессировать на этого ребенка важно понимать что жертвой буллинга может стать любой ученик не важно кто он по какому социальному статусу и так далее возможные последствия буллинга это снижение успеваемости прогулы и отказа ходить в школу аутоагрессивное и агрессивное поведение психосоматические проявления депрессивные тревожные расстройства суицидальные мысли или намерения и какие-либо криминальные действия это тоже может быть как буллинг может стать причиной суицида он может да действительно буллеры доводят детей до того момента что даже ребенок приходит к суицидам буллинг это травматический опыт который оставляет глубокие психологические и физические следы для некоторых особо ранимых детей окружающая среда становится настолько невыносимой что они погружаются в отчаяние а все это приводит к тому что в какой-то момент ребенок сдается потому что не чувствует себе сил не чувствует определенной поддержки и он не чувствует защиты следующий момент это синдром выученной безопасности какие же существуют стадии первое это отрицание ребенок внутренне понимает говорит себе о том что все не так плохо чувствует себя стабильно но становится постепенно все более травмированным следующий момент ухудшение это плохо и я не могу ничего с этим поделать здесь у нас идет беспомощность отказ от борьбы я так одинок что у меня нет будущего все против меня здесь у нас идет безнадежность и отчаяние и признание поражения я не могу больше этого выносить эту боль нужно прекратить исчезновение способности рационально мыслить и принимать решения ощущение бесполезности отставленности и побежденности это уже последняя стадия нашей беспомощности миф о травле один миф это то что через это проходят все люди это неизбежная часть взросления а дети жестокие нужно учиться защищать себя с молодым тогда будет проще в школьной жизни это не так это всегда происходит между детьми взрослым не нужно вмешиваться будет только хуже они должны разобраться сами как я уже сказала взрослый должен определить определенную позицию и понимать насколько он должен быть включен в эту ситуацию контролировать ее он все равно должен обычно задирают других мальчишки потому что они от природы агрессивные девочек нет это не так к сожалению девочки тоже агрессивные и некоторые девочки агрессивнее мальчиков а травлю происходит только в плохих школах в бедных районах где много социальных благополучных семей нет а травля может происходить в любой школе даже в той школе где дети и их семьи очень обеспечены если бы жертва травли вела себя по другому ее бы не травили ей ему в первую очередь самой стоит задуматься о том что она делает не так то есть сама виновата а травят определенную группу детей допустим некрасивых тех кто плохо учится у кого бедный родитель нет опять же как я уже говорила что объектами травли могут быть может стать любой ребенок травля происходит только среди подростков и старшеклассников нет в младших классах да даже в детском саду это есть агрессора стоит сильно и публично доказать тогда он перестанет так себя вести нет мы с вами понимаем что очень часто агрессор стремится к тому чтобы у него были зрители поэтому он может продолжать себя так же вести и получать от этого удовольствие беспокоиться стоит только если ребенок нападает физически все остальное не страшно нет мы с вами понимаем что психологическое насилие тоже наносит очень большой вред а от травли стажает только жертва обидчик и другие дети живут дальше как ни в чем не бывало нет даже наблюдатели даже наши свидетели мы с вами отлично понимаем что они им наносится тоже определенный ущерб и определенное негативное влияние и дети должны создавать всю ответственность на свои поступки которые совершать в своей жизни применение психологического и физического насилия мы с вами должны понимать и должны это донести до детей оно уголовно наказуемо синяки синдрома стадины можно зафиксировать в больнице где их происхождение опять же записывается большинство и при этом больницы обязаны передать информацию полиция обязана отреагировать а также необходимо помнить что уголовная ответственность у нас наступает с 14 лет и мы и дети это тоже должны понимать какая же реакция на травлю у нас должна быть какие же стратегии какие направления это конфронтирующий конфронтирующий и не конфронтирующий подходы а конфронтирующий подход это до ребенка ясно доносится что его поведение недопустимо а не конфронтирующий подход это у нас главное разделить со всеми озабоченность по поводу происходящего нет необходимости непосредственно обвинять агрессор то есть мы обходим этот момент ну и давайте рассмотрим конкретно приемы а у нас еще есть несколько минуточек поэтому мы досмотрим до конца а педагог агрессору говорит о том что я знаю что ты участвовал в травле распространил слухи допустим там о девочке Оле на ее странице появились записи это должно немедленно прекратиться здесь цель донести до ребенка что взрослые в курсе происходящего и не собираются оставлять это без внимания а следующий момент что ты собираешься с этим делать донести до ребенка что он ответственный за изменение своего поведения и педагог агрессору хорошо то что ты предложила мне нравится а мы встретимся на следующей неделе и посмотрим как идут дела здесь мы даем понять момент агрессору что ситуация под контролем и пример второй это я очень беспокоен чем что в какой-то ситуации оказалась ваша одноклассница Оля они распространяются гадкие слухи на ее странице появились оскорбительные записи это должно немедленно прекратиться то есть здесь мы не идем на личность мы говорим в общем разделе с детьми переживанием того что Оля плохо и педагог агрессору если что-то ты могла бы сделать по этому поводу то есть ребенок понимает что ему предлагают какие-то варианты действия для улучшения ситуации и педагог агрессору мне нравится твои предложения мы встретимся через неделю посмотрим как идут дела здесь мы опять же даем понять ребенку что это остается под контролем если травля происходит сейчас самое важное обратить в первую очередь внимание на жертву а тем самым переключать внимание свидетелей с агрессора и здесь мы понимаем что агрессор теряет свою аудиторию постепенно ролью меняется те кто изначально поддерживал травлю перемещается в группу против травли внимание к жертву не означает отсутствие последствий для агрессора но они являются в данном случае ключевым моментом воздействия агрессор понимает что он теряет свою реакцию а что такое правильная реакция на травлю быстрая реакция педагог должен реагировать быстро обязательное включение семей участников и исключить из своей речи своего отношения с оргазмом ангрессию манипуляцию унижение перед работой с детьми необходимо собрать как можно больше информации от учителей коллег и так далее от окружающих и порядок работы это встреча с агрессорами встреча с тем кого травят через неделю и повторные встречи с агрессорами и жертвами а также возможно групповая встреча это тоже не будет лишним на экране вы видите оказание экстренной психологической помощи детям это всероссийский телефон доверия мы тоже его с вами видим на экране и горячая линия по вопросам интернет-безопасности это тоже номера телефонов они должны быть в любом кабинете психолога и желательно где-то на входе чтобы дети это все видели следующий момент сейчас на экране я оставлю вам свою электронную почту если будут какие-то дополнительные вопросы пожалуйста напишите туда теперь смотрю вкладочку вопрос у нас тут осталось буквально две минутки подскажите как получить сертификат это к Павлу Юрьевичу он сейчас выйдет в эфир и объяснит что можно почитать по поводу методов борьбы смотрите вкладочка файлы посмотрите пожалуйста откройте ее там можно скачать сегодняшнюю презентацию и есть сказки для агрессивных детей и игры для агрессивных детей это материал не мой он был прислал из рассылки там есть авторы я делюсь им с вами при этом говорю опять же материал не мой так подскажите пожалуйста каким диагностическим материалом пользуетесь для выявления буллинга в школе я работаю в системе доп образования у меня не школа пользуюсь опять же ну во первых это наблюдение его никто не отменял и именно проявление агрессии опросник сейчас я вам не назову напишите пожалуйста мне вот на почту если вам действительно интересен этот момент я вам отвечу и скину именно ссылочки сейчас конкретно по названию опросников я вам не скажу а если есть какие-то вопросы буквально вот полминутки я жду и пишите в папочку вопросы так сейчас угу пожалуйста рада что была полезна вам информация но насколько я вижу вопросов пока нет если будет пишите на почту в течение недельки я готова буду ответить спасибо вам большое за активность спасибо большое за вопросы на сегодня у меня все всего доброго но это